Поступил вопрос, может ли омега-3 растительного происхождения решить проблему избытка омега-6, ведь она намного дешевле, чем омега-3 из рыб. Действительно, омега-3 может помочь снизить воспалительные процессы, вызванные избыточным потреблением омега-6, поэтому важно поддерживать их баланс. Омега-6, например, линолевая кислота, и омега-3, например, альфа-линолиновая кислота, АЛК, конкурируют за одни и те же ферменты для преобразования в более активные формы. Растительные источники омега-3. Льняное масло и другие растительные источники омега-3, например, масла чиа, конопли, содержат в основном АЛК. Чтобы эффективно сбалансировать омега-6, нужно преобразовать АЛК в ЭПК и ДГК, но этот процесс в организме ограничен. Растительные омега-3 могут быть полезными, но они не обеспечивают прямое поступление активных форм омега-3, ЭПК и ДГК, которые быстрее влияют на воспалительные процессы. Рыбьи источники омега-3. Рыбий жир и масла, полученные из жирных рыб, например, скумбрия, лосось, сардины, содержат ЭПК и ДГК в уже в активной форме, что делает их более эффективными в снижении уровня воспаления и балансировании омега-6 в организме. Вывод. Если целью является снижение омега-6 в организме, то рыбьи источники омега-3, ЭПК и ДГК будут более эффективными, чем растительные источники, так как ЭПК и ДГК имеют более мощный противовоспалительный эффект и быстрее действуют на баланс омега-6 и омега-3. Это был ответ на вопрос спонсора канала Академия Здоровья.